В эфире библейский портал Экзегет. Как отвечать на агрессию? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и морите за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам говорит, у вас должны быть те же чувствования, что вы в Христе Иисусе. Иисус Христос молился за тех, кто его распинал, сам исполнив свою заповедь о любви к врагам. Конечно, по слову преподобного Силуана Афонского, это высшая заповедь христианства, которая очень трудно исполнима. Но вот в этом тексте из пятой главы Евангелия от Матфея рядом с любителем врагов ваших стоит молитие за обижающих вас. Поэтому первое, что нужно сделать, когда против вас возникает какая-то агрессия, какие-то люди ведут себя агрессивно, это сотворить молитву. Просто короткую. Господи, помилуй. Или Господи, благослови этого человека. Для чего? Потому что если в ответ во мне рождается агрессия, то зло меня победило. Апостол Павел очень четко говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То есть победить эту агрессию можно только внутренней силой добра, когда ты не дашь себе вскипеть в ответ. И это, конечно, очень сложно. Я вот об этом так просто говорю, я сам этого не умею. Это очень сложно. Но у нас есть очень много примеров, причем недавних. Это святые новомученики Церкви Русской, когда люди попадали, допустим, епископам, монахини, миряне благочестивые, священники, попадали в бараки к уголовникам. И как люди, которые не отвечали агрессии на агрессию, на них сначала над ними все измывались, издевались и давали им самую грязную, унизительную, тяжелую работу. Но поскольку в ответ не было злобы и неприязни, а в ответ была тихая молитва, то постепенно люди заслуживали огромное уважение. И уголовники начинали защищать, подкармливать и оберегать этих безответных людей. Им открывалось, что их судьба во многом зависит от молитвы этих людей. Вот вспоминать эти слова апостолу Павла, не будь побежден злом, то есть в ответ, чтобы ты не злился, но побеждай зло добром. Самое радикальное – это то, что Господь сказал, молитесь за обижающих вас. Произнеси про себя краткую молитву за человека. И тебе уже будет легче преодолеть ответную агрессию. Хотя это, повторяю, очень тяжело, потому что это очень быстро. Если у тебя подали какой-то иск или что-то еще, ты можешь спокойно постоять, прочитать Акафиза человека, помолиться и успокоиться. А если это на улице, быстро какая-то агрессия в транспорте или где-то еще, то страсть гнева, которая живет в тебе, как змея в норе, она выскакивает оттуда, превратишься в огромного дракона, и ты не можешь ее остановить. Зато потом ты знаешь, какие демоны у тебя внутри есть. И молишься об избавлении от них. А так, пока тебя не задели, тебе кажется, что ты будешь уже почти святой. Вот нет, внутри нас живут все эти страсти, просто они прячутся, не имея повода. Надо знать, чего мы на самом деле стоим. И первое, что надо делать, это произнести молитву. Произнес молитву, и ты как щитом оградил от себя вот эту прирожающуюся тебе ненависть, вот эту агрессию. Господи, помоги нам.